Итак, всем здрасте, товарищи! Гамар Джоба Генацвали и приветствую всех поклонников Хвичи Кварацкелии, который сегодня провел поистине выдающийся матч против Торино. Ну и вообще, Наполе показал себя во всей красе, неаполитанцы разгромили своего оппонента со счетом 4-0, здесь у Торино не было никаких шансов, и Кварацкелия был одним из главных творцов этой победы. Забитый мяч, голевая передача, плюс к этому предголевая, когда он отдал пас с пяточкой на Оливейру, а тот уже дальше перевел снаряд автору забитого мяча. Поэтому здесь, если бы это был хоккей, где засчитываются две последние передачи как голевые, то у Кварацкелия был бы голый, две результативные передачи, и тогда он, так скажем, поучаствовал бы в трех забитых мячах из четырех. Но мы говорим о футболе, поэтому здесь только гол плюс пас. Но все равно, матч выдающийся, великолепный, и давайте обсудим действия Хвича на футбольном поле. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть еще один YouTube-канал, который посвящен кино и сериалам. В свое время я его, к сожалению, забросил, но сейчас стараюсь регулярно выпускать новый контент. Я делаю обзоры на последние фильмы, а также сериалы, например, на Король и Шут, The Last of Us или новенькую Черную Пантеру, ну и плюс к этому обсуждаю последние новости из мира кино, например, премию Оскар, кому она досталась, почему и так далее. Ну и плюс к этому здесь будут проводиться стримы на киношную и сериальную тематику. Так что, если вас интересуют фильмы, сериалы и мое мнение о них, то проходите по ссылочке в описании, жду вас на своем втором канале. Итак, разумеется, Хвич появился с первых минут, тут никаких вариантов и быть не может. Он один из ведущих футболистов команды в атаке вместе с Осименом. Они знают, как Альфа и Омега, поэтому если Осимен и Кварацхелия готовы, если они не имеют каких-то проблем с травмами или дисквалификацией, то они всегда выходят с первых минут. И вот, пожалуйста, ударная парочка выходит в основе против Таинова и уничтожает соперника. Просто уничтожает, без шансов и без права на реабилитацию. Многие, кстати, рассчитывали на то, что в этой встрече будет дуэль Миранчука и Кварацхелия. Все-таки когда-то ребята вместе играли за московский локомотив. Да и недавно оба попали в список лучших футболистов февраля в серии А. И хоть всем было понятно, что у Миранчука шансов получить этот трофей просто нет, но все равно было забавно смотреть на то, как игроки одновременно оказались в этом списке. И претендует на звание лучшего игрока месяца. Но Миранчук встречу пропускает из-за травмы, и поэтому здесь мы не увидели дуэли двух железнодорожников. Впрочем, у Кварацхелия и так было полным-полно мотиваций для того, чтобы показать себя. Многие болельщики Наполи были недовольны его действиями в Лиге Чемпионов. Многие считают, что в Лиге Чемпионов он играет не так здорово, как в чемпионате Италии. Итаянская пресса неоднозначно оценила действия Кварацхелия в матче против Айнтерахта. Поэтому Хвиче нужно было показать себя в этом матче. И он показал себя. Блестящая игра, и на этот раз, в отличие от Айнтерахта, не нашлось выдающегося голкипера, который бы его остановил. Я, кстати, не согласен с критикой в адрес Кварацхелии касательно матча против немцев. Там, мне кажется, просто не повезло Хвиче, что против него играл Кевин Трап. Великолепный голкипер, который поймал кураж и вытянул несколько опаснейших ударов Хвиче. А вот здесь то, что Хвиче должен был забить, он забил. У него был пенальти, причем, что очень важно, пенальти, который он сам же заработал и великолепно реализовал. Была блестящая атака, где Хвиче отдал голевой пас. Ну и плюс та самая предголевая передача, когда Хвиче откатил снаряд пяточкой на Оливейру. Ну а тот уже оформил голевой пас. Поэтому, повторяю, в трех мячах из четырех поучаствовал Кварацхелия. Плюс к этому он был действительно ведущим элементом игры. И здесь, кстати, с одной стороны это здорово, с другой стороны была и проблема. Потому что Хвиче с самого начала встречи начали целенаправленно бить по ногам. Особенно усердствовал Гравилон, который уже на четвертой минуте зарядил по ногам Хвиче, потом на двадцатой минуте снова зарядил, получил желтую. Ну, в конце концов, это, наверное, судьба таких техничных ребят, как Кварацхелия. Против них всегда играют жестко. И самое главное в этой ситуации, во-первых, не получать травм. А у Кварацхелия, слава богу, обошлось без каких-то повреждений в этих ситуациях, когда его откровенно били соперники. А во-вторых, нужно, так скажем, наказывать соперника за грубую игру. И Кварацхелия тоже это сделал. В одном из эпизодов его свалили, свалили в штрафной, и он забил гол с пенальти. Ну и в целом, Хвич провел отличную игру. По оценке Хускуарт, сайты, которые подсчитывают все технико-тактические действия футболистов, Хвича второй лучший игрок после Осимена. Поэтому, на мой взгляд, Хвича мог бы получить балл и повыше. То есть здесь Кварацхелия немножко недооценили. Так-то, игрок, повторяю, поучаствовал в трех забитых мячах из четырех. Без него этих голов бы просто не было. Поэтому его роль в этой победе, ну, в каком-то смысле, не меньше, а, возможно, даже больше, чем у Осимена. Но, опять же, статистика — это вещь такая специфическая, поэтому здесь, возможно, по каким-то показателям Витя был лучше, чем Хвича. Может быть, там, не знаю, больше передач отдал удачных и так далее. Но в сухом остатке именно Хвича, на мой взгляд, внес решающий вклад в эту победу. Он был активен, он прессинговал, он тянул команду за собой, он тащил мяч по флангу, смещался в центр, получал по ногам от крайне жесткой команды Торино. Поэтому здесь Кварацхелия выдал настоящий футбольный спектакль. Один из лучших матчей этого сезона в исполнении грузинского вундеркинда. Ну и вообще матч, где мы увидели, насколько же велик талант этого футболиста. Будем ждать еще концерты, еще яркие матчи в исполнении Кварацхели. И, конечно, будем их обозревать. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.